Новосибирск Стихийные свалки образуются во дворах правого берега. Контейнеры переполнены, их не опустошают вот уже несколько дней. Водители мусоровозов говорят, отходы просто не на чем вывозить. А региональный оператор компании «Экология Новосибирска» называет действия сотрудников транспортной компании саботажем. В ситуации разбирался Александр Сульдин. Мини-свалки во дворах и мешки с отходами в частном секторе правобережья Новосибирска сегодня. Улица Гульевская – одно из самых оживленных мест Октябрьского района. Видно, что жители окрестных домов подготовились к субботнику, почистили газоны. Поддерживают они и современные цивилизованные способы складирования отходов. Например, вот корзина для пластика полна. Однако эта цивилизованность и сознательность наткнулась на капиталистические противоречия. Вот, например, пакет с отходами из квартиры сюда, в эти баки, уже не влезет. В те, судя по тому, что там творится, не влезет уже давно. Ирина Макарова живет в доме на улице Кирова. Пришла специально посмотреть, освободили мусорку или нет, чтобы выкинуть мусор. У меня дома стоят три большущих пакета. Отходы на улицах копятся несколько дней. Спецмашины на приколе. В интернете сообщают – забастовка водителей мусоровозов. Юрий работает на таком вот газоне. В гараж ходит регулярно, машину завести нельзя. Ему и коллегам предлагали пересесть на другие, но тех слишком мало. Мы не протестуем, не бастуем, нет. У нас такого нет. Все на рабочих местах. То есть это, дайте ребятам машины, они поедут работать. Они предоставили около, порядка, 28 машин у них всего новых есть. У нас в парке 80. В итоге получалось так, что мы приезжали. А там уже кому досталась машина, кому не досталась. Как бы, кто раньше стал, того и тапки. Техника заблокирована у транспортной компании «Экотранс-Н». Напрямую связанной с региональным оператором «Экология Новосибирска», а значит, из группы ВИЗ многомиллионные долги за аренду машин. Не региональным оператором, а нашей транспортной организацией. Действительно, у генерального директора стоял выбор – оплатить либо аренду техники, либо заплатить налоги. Как вы думаете, в сегодняшней ситуации, когда весь Запад на нас практически войной пошел, нужна поддержка государству в виде оплаченных налогов? Запад западом, но и за арендованную технику оплатить нужно. С этим пока проблемы. «Экология Новосибирск» сообщила, выводит новые мусоровозы, 31 штуку, нанимает и переводит с других объектов, которые строят в городе ВИЗ, водителей. Они справятся, считает Лариса Анисимова, если будут работать в две смены. «С мусором-то жизнь. Нам это стыдно. Мы культурная сторона». Еще одна мера – завтра в железнодорожный район выйдет весь офис регоператора. Менеджеры сами соберут мусор на контейнерных площадках. Наверное, это поможет. Чтобы убрать грязь и пыль, на улице вывели более 300 машин. Об этом сообщает в мэрии. А тем временем горожане составляют свой рейтинг, в каких районах наводят чистоту лучшей среди лидеров Первомайски. Александр Потенихин пообщался с заместителем главы района и посмотрел, как там наводят порядок на дорогах и тротуарах. Юрий Александрович, в Первомайском районе сейчас ведется активная уборка дорог. Расскажите, по каким фронтам, собственно, ведут работы? Выход из зимы, вот этот апрельский вал работы, безусловно, связан с уборкой того, что накопилось за продолжительные зимние месяцы и на дорогах, и на тротуарах. После таяния снега осталось все, что содержалось в этих снежных массах. Все эти работы начинаются с ручных работ. Вот то, что вы видите сейчас, это удаление остатков грязи и пыли с тротуаров, складирование их в лотковой части, дальше лопатами все это собирается. Потом приступается уже к механизированной уборке лотка дороги под метальной техникой, и, как самая последняя точка, пылесос и вымывание лотковой части. Какой парк техники в Первомайском районе, что стоит на балансе, хватает ли этой техники. Общая площадь дорог обслуживаем ДЭО почти 80 тысяч метров квадратных. 42 единицы техники в дорожной эксплуатационной учреждении находятся. 162 человека от работы. Сейчас мы находимся на разне зимня и видим, что одной только уборкой пыли дело не заканчивается. Здесь малые коммунальные машины моют ограждение. Здесь сейчас выполняются работы по отмыванию ограждений второй группы и ограждений джерси, после чего их покрасят к майским праздникам. Ограждения везде, где они присутствуют на территории района, будут отмыты и покрашены. Весна – это время не только уборки дорог, но и их ремонта. Сейчас, насколько я знаю, в Первомайском районе идет активный ямочный ремонт. Разрушения после выхода из зимы, конечно, есть на каждой дороге в разной степени. На тех дорогах, которые ремонтировались в последнее время, в том числе и по программе безопасной, качественной дороги, как улица Первомайская, по которой мы сейчас едем, разрушения минимальные, они устраняются в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. На тех улицах и дорогах, которые давно не проводятся ремонт, и, конечно, разрушения гораздо больше. Там мы планируем проведение так называемого текущего ямочного ремонта. Юрий Александрович, улица Твардовского ведет к одним из самых густонаселенных жиломассивов Первомайского района. Расскажите, влияет ли это на то, что ямочный ремонт на этой улице делают одной из первых? Мы стараемся провести ямочный ремонт сначала на тех улицах, по которым ходит общественный транспорт, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта на этих улицах. Сейчас вот здесь, вы видите, проводят ямочный ремонт на некоторых участках, отработал уже подрядчик. И после проведения вот этого ремонтных работ будет приведена эта улица к состоянию тех улиц, которые мы уже сейчас проехали и вы увидели. Памятнику Ленину устроили сегодня холодный душ. Бронзовое извоение на главной площади города помыли, как и всегда, накануне дня рождения Ильича. И общегородского субботника, напомню, он состоится 23 апреля. Высота памятника 6,5 метров – это одна из самых высоких статуй в Новосибирске. И чтобы привести ее в порядок, подгоняют специальную технику – 10-метровую вышку. Рабочие чистят монумент щетками, а также используют мойки высокого давления. На водные процедуры потратили больше 3000 литров воды с шампунем. Мыли почти 4 часа. Скульптуры и памятники сейчас готовят к весне по всему Новосибирску. Здесь очень напряженная магистраль, очень большой трафик движения, поэтому отмываем его тщательно. Сами видите, грязной воды много, поэтому чистим мы его регулярно. Готовимся к большому количеству мероприятий, проходящих в скверах во всех районах города. Памятные стеллы и бюсты есть практически везде, поэтому мы моем и бюст покрышки, нам моем скульптурные композиции на бульваре Красного проспекта, моем скульптуры на сквере «Монумент славы» и на многих других объектах. На уборку парков, скверов и дворов вышли трудовые десанты студентов и школьников. Они не только приводят в порядок городские зеленые зоны, но еще и помогают одиноким старикам. Участвует у нас на сегодняшний день молодежь Дежинского района. Раскидывают кучи, чтобы быстрее растаял снег, и чтобы тот мусор, который там под снегом, чтобы его быстрее собрать. Погода не очень благоволит нам, но, заметьте, как бы там ни было, холодно-не холодно, они попрыгали, пописали. Порядка 300 человек участвуют. 300 человек разделились на команды. Одна направилась убирать мусор и остатки снега в березовой роще. Другая привела в порядок территорию у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Третья помогла пожилым и инвалидам, проживающим в частном секторе. Любители кофе предупредили о подорожании ароматного напитка. Себе стоимость привычных американок и почина лата выросла примерно наполовину. Хозяева заведения объясняют, дорожает не только зерно. Стоит ли ждать снижения цены и из чего складывается стоимость чашки кофе, узнала Анна Братушкина. Не урожай, политические проблемы в Эфиопии и Колумбии, санкции против России, курс доллара – все это сильно сказывается на цене кофе. Раньше зерна по воде доставляли до Петербурга, а затем по регионам России. Теперь из Европы везут по земле. Логистика сильно усложнилась. Но поставщики сотрудничать с российскими кофейными брендами не отказываются. Уж больно перспективный рынок. Каких-то проблем, что мы не будем вас отгружать и тому подобное, такого не было. То есть, наоборот, говорят, мы всячески будем все возможное делать, но мы хотим с вами работать. Здесь можно понять, ну, то есть, это про бизнес. Это не касаемо политики. Дело предпринимателей – зарабатывать деньги. Ну, то есть, мы чего делаем? Мы покупаем кофе, они продают кофе. Раньше себестоимость стаканчика кофе для крупных кофеин была примерно 50 рублей. Сейчас возросла почти до 90. Те, для кого кофе – не основной товар, стараются сдержать цену на напиток. Если будет расти себестоимость продукта, мы будем садиться, смотреть и принимать какие-то решения и действия. Но в данный момент не планируется роста цены и увеличения цены на товар. Кофейни, которые живут только за счет продажи этого напитка, вынуждены увеличивать цены почти наполовину. Подорожало не только зерно, молоко, сахар и даже расходники – стаканчики, крышки и трубочки – выросли в цене. А ведь еще в стоимость каждой чашки кофе заложены расходы на аренду, зарплату бариста, налоги, электричество. Для конечного клиента на сегодняшний день цена обратная, но она не откатит. Она даже не опустится, потому что тут большая цепочка стоит. Здесь нет цели наживы на человеке. Здесь стоит цель уже остаться на рынке. И каждый выживает, как он может. Сейчас многие бизнесмены запаслись кофе на год вперед. Дефицита не будет. Обещают, даже если пути поставок перестанут работать, освоят новый путь через Китай и Владивосток. Новосибирцы сегодня утром выстроились в очередь, чтобы сдать кровь. Акция «Помоги делам» уже 71-й раз собирает неравнодушных горожан. В этом году мобильный пункт первый раз приехал в центр. Всего запланировали семь таких выездов. Михаил Якимов пообщался с участниками акции и узнал, что их мотивирует. Утро, будний день. Но к мобильной станции переливания крови постоянно подходят люди. Анна уже опытный донор. Регулярно участвует в акции. По два, по три раза в год я обязательно приезжаю, сдаю. Либо сюда вот приезжаю на пункт, либо на Серафимовича. Если есть возможность помочь, то почему не помочь? Неважно, детям, взрослым. Поэтому с удовольствием всегда помогаем. Опытных доноров здесь большинство. Чувствую себя хорошо. Сдаю не первый раз. Ну, первый раз в Северской области для меня новый этап. Мобильный центр очень хороший. Здесь тепло, тепло, уютно. Но встречаются и дебютанты. Хотела сдавать кровь еще, когда была в университете. В 2014 году пришла, написала анкету. Мне сказали, что я не подхожу по весу. Не прохожу. Ну и сейчас, наконец, когда набрала вес, нам на работе предложили пойти сдать донорами. Конечно, побежала самая первая. Врачи напоминают, сдавать кровь полезно не только для нуждающихся, но и для тех, кто ею делится. Ведь заодно можно проверить свое здоровье. Стать донором крови нетрудно. Он не должен быть, ну, скажем так, на диетах, голодать. Он должен быть нормально питаться, здоровым, без всяких болезней инфекционных. Крови берут 450 миллилитров. Это абсолютно безвредная доза для человека. Одновременно со сбором крови на площади Ленина проходит еще одна акция. Коробка храбрости. Любой житель Новосибирса в ходе акции может принести подарок для детей, находящихся на длительном лечении в стационаре. И подписать открытку для больных детей, которые тоже получат ее, прочитают и обрадуются. Игрушки, раскраски и другие подарки дети получат после того, как храбро перенесут неприятные процедуры. Обе акции продолжатся этим летом. Узнать, когда на площадь Ленина вновь приедет мобильный пункт переливания крови, можно в группе «Надовцы» в социальной сети ВКонтакте. Театр «Старый дом» стал обладателем «Золотой маски-2022». Престижную награду он получил в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Цанцующая в темноте». Объявление лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошло накануне в онлайн-формате. Постановку «Танцующая в темноте» представили еще в четырех номинациях. Лучший спектакль малой формы, женская роль первого плана, мужская роль второго плана и работа режиссера. Другие новосибирские театры остались без наград. «Красный факел» представил спектакли «Тайм-аут» и «Дело» в 14 номинациях. Еще две новосибирские постановки были номинированы в категории «Эксперимент». Это спектакль «Сыраземля коромысли», глава вторая Полина Кардемон в лаборатории современного искусства и проект «Полина Кардемон и Элина Куликовой. Общее место». В этом сезоне конкурс «Золотая маска» был самым большим и разнообразным. На главную театральную премию страны претендовало более 80 спектаклей из почти 70 театров. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101,4 фм. А на сайте nsknews.info читайте о том, как финансист из Новосибирска стал дизайнером одежды. Смотрите «Новосибирские новости» и на платформе «Яндекс.Дзен». На этом все. До завтра.